здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания ля я сегодня по вашей просьбе решил записать такое обращение комментарии то есть ответить на очень острый вопрос который часто задают в комментариях на нашем канале просто пишите мне на почту в личку итак сегодня мы обсудим кратенько но достаточно емко рассрочку исполнения решения суда касается тех у кого уже есть исполнительное производство либо уже судебные решения какие-то вот назревают и вы понимаете что они будут ну естественно там если вы ничего не делаете вообще то естественно судья встанет на сторону банка и вам хотелось бы все-таки платить более комфортными платежами они выпала не выплачивать сумму там максимально и так далее знаете есть такие принципы судья либо судебный пристав это как вы понимаете это государственные чиновники они обременены властью естественно и они не должны быть материально заинтересованы то есть они должны максимально отстраненно относиться к ситуации как вот доктор да не обращаем внимание на чьи-то боли но есть ну скажем что ли инструкция на уровне определения до которая дает им четкий конкретно четкое конкретное направление в деятельности судья что судебный пристав должны вставать на сторону более слабой менее защищенной стороны и естественно в нашем с случае в этой стране является конечно же физическое лицо потому что банк это структура серьезная материально обеспеченная обладающая возможностью содержать штат юриста физическое лицо это как вы понимаете человек ограниченные возможности и все же несмотря ни на что как я уже говорил не один раз наше государство стоит на фундаменте банковская структура это столб тот самый и естественно все делается именно так как выгодно государство государству выгодно поддерживать банковскую систему и в этой связи судьи очень часто стоят на сторону истца если истцом естественно является банк а уж тем более это произойдет с вероятностью 100 процентов если ответчик не защищается просто отпускается на самотек и вы можете получить нереальные суммы к возмещению то есть естественно проиграете суд коль вы не вступили в ту самую игру в состязательный процесс а именно состязательные процессы подразумевается в судебных разбирательствах естественно если вы не защищаетесь то конечно же счет будет сто ноль в пользу истца пользу банкиров пользу взыскателя вот ну допустим да упустили все эти моменты и вы теперь перед фактом находитесь у вас есть решение суда на руках есть у вас исполнительное производство то есть вы узнали что у судебного пристава теперь есть исполнительное производство и он намерен что-то взыскивать с вас давайте разобьем вот эту вот историю на две части есть официальный доход у человека и нет официального дохода под официальным доходом подразумевается любой заход денежных средств которые можно проконтролировать то есть не питайте иллюзий когда вот я читаю вопросы а как может ли он алименты забирать может ли он пенсию забирать пристав не обязан разбираться в принципе что там у вас за деньги что делает судебный пристав когда у него на столе лежит исполнительный лист элементарно несколько обязательных манипуляций он выясняет вашу платежеспособность определяет уровень вашей финансовой состоятельности предмет определения возможности вашей возможности оплатить вот эти деньги то есть выполнить решение суда и вот в этом формате и скажем так выстроена вот это тот вот это определение что пристав судебный пристав должен вставать на сторону более слабо и менее защищен защищенной стороны то есть физического лица и он естественно вот этими манипуляциями выясняет не просто так вот раз и все там приходит и вас там чуть ли не как вот многие пугают по 177 арестовывает до уголовное дело возбуждать нет конечно выясняя что делает еще раз повторю ну во первых первое что он делает это запросы банковские учреждения не думайте что у них есть некая кнопка которая дает автоматически возможность там закинуть во все существующие банки нет это чисто механический труд у них существует топ там 30 ну банков самые распространенные в которой они там отправляют запросы на предмет наличия счетов естественно в этом топе банков всем известные втб сбербанк само собой потому что большинства людей вот именно в этих банках сформированы счета дает это и объясняет тут постоянное поглощение мелких банков более крупными банками да вот мы видим на был один вам теперь это было несколько банков теперь всех захватил один какой-то банк да вот что происходит банк москвы был теперь это все структура втб или много таких примеров можно приводить и так далее и тому подобное вот а он за отправляет запросы судебный пристав на предмет наличия у должника уже теперь уже судья присвоил ему такой статус человеку каких-то счетов естественно это официальное требование и банкиры само собой уведомляет что есть там открытые счета и судебный пристав следующим своим шагом накладывает обеспечительные меры то есть арестовывает эти счета есть там деньги нет арестовывает эти счета в целях удовлетворения значит амбиций взыскателя и вам приходит смс что счет арестован по решению судебного пристава бла 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 там значит чтобы реализовать вот эти самые амбиции взыскателя и оплаты какие-то пошли так вот если у вас есть счета есть на них деньги нет на них деньги они все арестовываются если на какой-то из этих счетов по какой-то причине поступает денежка вы уже ее взять не сможете эти деньги естественно автоматически перечисляются на счет судебных приставов вот и все счет погашения долга не имеет значения откуда нет такого там никто не будет вникать что вот эти деньги поступили вам там донорские ветеранские и так далее и тому подобное алименты какие-то а может быть по инвалидности пенсия и все такое поэтому я сразу предупреждаю этих людей кто спрашивает а как они вот это почему да они не разбираются они не видят они обеспечительные меры наложили арест счета обозначили все чтобы туда не заходило они автоматически будут арестовываться эти деньги вот вторая ситуация он судебный пристав выясняет тот самый находит пытается найти точнее официальный источник дохода как это делается очень просто запрос пенсионный фонд на предмет отчисления пенсионных взносов на ваше имя раз есть такие отчисления значит есть официальная зарплата пенсионный фонд сообщает естественно что это официальный запрос он открывает вот эти вот все засовы которые простому человеку не узнать скажем так когда коллекторы вас пугают а мы все узнаем через пенсионный фонд ничего не не узнают и даже не знают как это делать это отдельная история про коллекторов много про них сказано давайте возвращаемся судебным приставам судебный пристав получает информацию какая организация платит пенсионный фонд взносы естественно отправляет в бухгалтерию этой организации бумагу в которой указывает что 50 процентов зарплаты нужно отчекрыжить у человека и все и бухгалтерии естественно обязана выполнить это поручение постановление это в принципе официальная бумага они никогда ничего другого не должны будут делать они естественно будут выполнять вот это вот постановление и вы будете получать 50 процентов 50 процентов будет уходить счет погашения это вот так происходит с официальным доходом третье что пристав делает он регистрирующие органы подают запросы на предмет наличия у вас предметов роскоши к которым относятся автомобили яхты пароходы самолеты вторая недвижимость и так далее и тому подобное земля участки земли острова какие-то может быть у вас есть все остальное короче говоря оттуда получает информацию если у вас что то есть из предметов роскоши автомобиль на вас оформлено естественно гбдд отправляется документ и ограничения накладываются обеспеченные меры те самые теперь не сможете ничего сделать регистрационные меры с автомобильным уже нельзя будет с квартирой с дачей землей с пароходом самолетом если она у вас есть вот таким вот образом здесь отдельная история поэтому я всегда рекомендую у друзья если такая ситуация у вас возникает если вам тяжело платить по кредиту и у вас есть наличие предметы роскоши пока дело не дошло до исполнительного производства перепишите вот эти вот все вещи на людей кому доверяете об этом будет отдельный ролик я сниму его подробно расскажу как обезопасить свое имущество следите за нашим каналом вот таким вот образом ну и потом уже на предмет выяснения как таковой статус как такового статуса социального уже могут быть предприняты меры выезд на адрес должника для оценки социального статуса да то есть но это бывает крайне редко это тоже отдельная история я вам расскажу почему вы можете иметь и право даже пристава с наличием документов что он судебный пристав не пускать к себе на порог и даже если пусть и пустите себя на порог если вы знаете как правильно поступить то вам ничего не грозит даже если у вас есть там канделябры из золота висят они могут остаться у вас висеть но нужно быть готовым как говорится во все оружие вот такие пункты судебный пристав предпринимает если находит что-то он естественно счет оплаты этих долговых обязательств счет оплаты решения суда списывает какие-то деньги накладывает обеспечительные меры на имущество и так далее это если он что-то найдет допустим вы подготовились у вас ничего нет и даже нет официального источника дохода вы там фотограф вяжите крючком и продаете ничего официального вы не получаете денег официальных не получаете пенсионных отчислений у вас тоже нет тогда вы ко второй категории граждан относитесь которых нечего взять официально то есть у нас долговой тюрьмы нет дыбы у нас тоже нет в рабство у нас не отправляют за долги в этой связи вообще все намного проще и интереснее но все-таки давайте вернемся ситуации когда вы все таки вы решили а я очень категорически рекомендую никогда не прятаться от приставов в какой бы категории вы не были лучше появиться у пристава и скажем так обозначиться приставы очень любят не нужно их бояться то что на фотографиях рисуют как вот в сми как они там кувалдой двери ломают это все вбросы информационные чтобы мы с вами тряслись боялись и все остальное надо быть в курсе надо быть компетентным и тогда ничего страшного не случится с вами и так вы человек у которого есть официальный источник дохода либо его нет но вы готовы исполнять решение суда но тем самым комфортным платежом если у вас нет официального источника дохода есть два пути прийти с приставом договориться просто сказать я хочу по 500 рублей платить больше нет возможности как правило приставы на это соглашаются потому что если вы этого не сделаете пристав наверняка но если вы бы спрячетесь где-то начнете шкериться ну там есть варианты может для кого-то они не страшны но вот если человек полноценной жизнью живут живет зачем ему лишний раз дергаться за то что его допустим за границу не выпустят еще что то там могут где-то на дороге остановить лишний раз документы спросить да вот эти рейды судебных приставов да в конце концов просто визиты в гости домой домой к вам судебных приставов ничего хорошего приятного в этом нет поэтому лучше самостоятельно появиться у судебного пристава и обо всем поговорить они всегда рады с них снимается рутина определенная они рады такому стечению обстоятельства они сами вам подскажут что и как и второй вариант в честь чего собственно этот ролик и пишется это заявление в суд о предоставлении рассрочки как правило наши клиенты получают эту рассрочку при наличии официального источника дохода да мы у меня у нас есть рекорд мы до семи процентов снизили как правило можно в заявлении рассрочки писать в процентном соотношении снизить потому что по умолчанию судебный пристав 50 а то и 70 процентов взыскивает но 70 это вот с алименщиков когда долги по алиментам по алиментам у человека тогда до семидесяти процентов могут взыскивать вообще по кредитным долгам 50 процентов взыскивает по умолчанию с официального источника дохода эту сумму можно до 25 процентов до 15 до 10 процентов до какой-то фиксированной суммы снизить нужно просто предоставить суд помимо заявления о предоставлении рассрочки еще какие-то аргументы факты о том что вам действительно тяжело живется если вы начнете исполнять решение суда вот таким способом дату вам не на что будет жить предоставить список документов да и дополнить его ксерокопиями я прошу тех у кого зарплату у нас был клиент он работал на приисках но зарплата 250 тысяч было не было кредитов порядка 8 миллионов и он все эти деньги в принципе в погашении кредита отдавал естественно зарылся по уши в долги обратился к нам но при такой зарплате судья никогда не даст рассрочку я не даст рассрочку если у вас и 100 тысяч зарплата ну за исключением если у вас есть ипотечный платеж если вы платите ипотеку там 60 70 тысяч ну практически сумму такую какая у вас зарплата то тогда вполне вероятно вы получите рассрочку то есть снижение вот этих суммы да но любых других случаях навряд ли то есть далеко за прожиточный минимум так далее но если вы человек получающий официально там 10 12 15 тысяч как вот любят работодатели сплотить там минимальное да остальное в конверте людям платят тогда совершенно спокойно можно претендовать на предоставление рассрочки то есть если у вас там тысяч 10 15 зарплата официальная да на карту зачисляется так и и будут забирать семь с половиной тысяч это кстати говоря все равно в любом случае даже если вот так выгоднее чем вы бы платили в банк неизвестно сколько и как уж то вы тут через реестр судебных приставов платить а с реестров зачисляется четко на погашение тела кредита его только сумма которая зафиксирована судом и будет оплачена и в этом случае вы исполните решение суда естественно не будете должны а если вот так немножко назад вернуться если вы будете в банк платить при платеже даже в 20000 вы будете по семь с половиной тысяч платить он сейчас мы берем простые цифры да вот о которых на которых остановились вы будете всю жизнь платить будут штрафы накручиваться как снежный ком на недоплаченные суммы и вы обалдеете поэтому я всегда призываю решить все через суд официально выйти в суд спровоцировать банк на судебное разбирательство и потом уже по решению суда вы оплачивать так будет намного правильнее и выгоднее не надо этого бояться и так у вас есть официальный доход какой-то минимальный и вам нужно получить решение суда о предоставлении рассрочки в этом случае нужно подготовить документы которые действительно в официальном формате доказывают что у вас трудное материальное положение если вы действительно начнете исполнять решение суда вот так по 50 процентов то вы извините за выражение зубу на полку сложите вот какие документы могут подходить в этом случае очень хорошо ипотечный выплаты по ипотеке то есть вы жилье свое оплачиваете документы предоставляете договоры график платежей что у вас есть действующая ипотека это очень круто это действительно влияет рецепты чеки о приобретении лекарств без которых вы не можете существовать полноценно очень хорошо работают если у вас на иждивении детки тоже свидетельство о рождении либо взрослые люди но не способны сами себя содержать тоже до предъявляете доказательства что они вот с вами проживают понятно да как это делается что еще может быть естественно 2 ндфл справку нужно предоставить что у вас вот такая официальная зарплата это тоже обязательно в суд нужно предоставить и вот такие очень хорошо работает также не с такой эффективностью как ипотечная но вот что вы платите если вы снимаете жилье да вы не можете не будете снимать жилье то вам сложно будет да работает добавляет как говорится статуса вашему безвыходному положению и само заявление в необходимой форме нужно составить отправить я даже вот сейчас вам прочитаю как это заявление может выглядеть заявление шапка составляется правильно да в какой-то суд от того-то того-то заинтересованные лица перечисляются банк судебный пристав номер дела указывается по какому она должна быть официальный документ правильный но это вы в суд пишите это не непонятно что это действительно официальный документ ну и вот я вам пробегусь заявление о рассрочке исполнения решения суда такого-то числа судебным приставом по такому-то району такого-то города на основании исполнительного документа возбуждено исполнительное производство обзыскание с меня задолженности в размере такой-то исполнительный документ выдан на основании решения такого-то суда постановление возбуждение исполнительного производства не получено мной. О существовании исполнительного производства я узнал посредством мониторинга электронного банка данных сайтов ССП Российской Федерации. То есть вы здесь указываете на то, что вы не знали вас. Никто, допустим, не увидел, что исполнительное производство началось. Ну, если это этот случай, да, вы типа на сайте посмотрели и только вот в этом случае узнали. В настоящий момент у меня отсутствует информация о мерах принудительного исполнения предпринятых судебным приставом-исполнителем в рамках вышеуказанного исполнительного производства. Поскольку исполнение решения единовременно не представляется для меня возможным, а исполнение решения суда путем удержания денежных средств в отсутствии стабильного дохода ставит меня в тяжелое материальное положение, считаю разумным отвечающим интересам сторон исполнения решения по частям, в рассрочку, по следующему графику, ежемесячный платеж и тут указываете сумму, допустим, ну, не знаю, ну, тысячу рублей, три тысячи рублей, пятьсот рублей. Нынешнее тяжелое материальное положение должника обусловлено необходимостью добросовестного и своевременного внесения арендных платежей за пользование жилой площадью, вот о чем я говорил, перечисляйте, на что вы тратите еще деньги. Я являюсь квартиросъемщиком, а также оплатой коммунальных услуг. Помимо прочего, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, тоже документы прикладывайте, обеспечение необходимого уровня существования которого является одним из главных приоритетов. В отсутствии информации по исполнительному производству и предпринятым судебным приставам исполнительным действиям, а также во избежание ситуации, при которой судебный пристав исполнитель может обратить взыскание на счета должника, что поставит его в более тяжелое материальное положение, вынуждены обратиться в суд с настоящим заявлением. Простите, не требованием, конечно, а заявлением. Понимая необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и должника, гражданина, также просим защиты прав должника путем не только соблюдения минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мир исключительно правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, но и сохранение для оного и лиц, находящихся на его ижделении, необходимого уровня существования, с тем, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни. На основании изложенного руководства статьей 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Прошу предоставить рассрочку исполнения решения суда по гражданскому делу такому-то, по иску от того-то к такому-то, такому-то, по взысканию задолженности в следующем порядке в виде ежемесячного платежа в размере там 3 500 рублей, не 3 тысячи рублей, 500 рублей, 1000 рублей, там уже по обстановке себя смотрят. Приостановить исполнительное производство, отложить исполнительные действия по исполнительному производству до рассмотрения настоящего заявления судом. Ну и там дальше подписи и все остальное. И это либо в суд относите, либо заказным письмом с уведомлением о вручении отправляете. Вот такие вот дела, друзья мои. В принципе, можно все это делать совершенно спокойно, а если делать это правильно, и перед этим будет у вас определенная какая-то соблюдена, соблюден регламент, который, ну, для своих клиентов именно уже на этапе ФССП такие вещи делаем. И еще раз говорю, у нас есть рекорды, мы до 5, до 7, простите, процентов снижали выплату. То есть действительно было очень удобно человеку. И, конечно же, коллекторы продолжают звонить, продолжают мучить наших уважаемых клиентов. Но наши клиенты уже понимают, что коллекторы – это просто тявканье там за окном, на которое не нужно обращать внимание. Ну, пока все. Еще хочу обратить, друзья, внимание ваше, особенно наших клиентов, кто вот у нас под юридической защитой находятся. Есть просьба. Вот меня, вот нашей компании, я уже об этом не раз говорил, присылайте нам на почту 9467836.ru видеоотзывы о нашей работе. Может быть, они будут критичны, может быть, вы там что-то, ну, скажем так, напишите, ой, простите, озвучите, на что нам следует обратить внимание. Присылайте именно видеоотзывы. Я предупреждаю, эти видеоотзывы будут опубликованы в общем доступе. Если вы стесняетесь по какой-то причине свое лицо показывать, то можете аудиодорожку записать. Тогда мы выложим аудиодорожку, не будем, естественно, ваше имя говорить, но если вы хотите представиться, пожалуйста, это только приветствуется. Мы сейчас формируем целый плейлист для отзывов, чтобы недоброжелатели наши могли видеть, что у нас все хорошо, что мы людям действительно помогаем, что польза от нашей деятельности есть очень ощутимая и действительно мы полезное дело делаем. Ну и сами вы понимаете, чем больше людей будет обращаться к нам, чем больше людей будет подписываться на наш канал, тем, само собой, больше пользы мы принесем максимальному количеству людей вместе с вами. Вот вы можете таким вот образом помочь. Ну что, с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр Юридической Защиты компании Алиан. Если вам ролик понравился, конечно, лайки ставьте, подписывайтесь, если вы еще не подписались на наш канал. Ссылка на наш сайт в описании этого ролика и всех других. Выложена, значит, презентация там, как устроена общая работа нашей компании. Вы можете все это понять, узнать, взвесить все за и против. У нас, в принципе, против особо и нет. Принять взвешенное то самое решение и обратиться к нам за юридической защитой. И мы сделаем то, что вам необходимо в вашей жизни, о чем вы, может быть, даже в последнее время и мечтать забыли. Поделитесь этим роликом в соцсетях. Еще раз повторю, чем больше людей будет знать о нашей деятельности и вообще о нашем канале, тем, соответственно, будет больше людей спокойных, радостных и счастливых. Потому что все не так страшно, как нам преподносят банкиры. До свидания. Счастья, здоровья. Финансовой вам свободы, финансового здоровья и финансового благополучия. До свидания. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok